Здравствуйте! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Отделением ГИБДД Усть от Жигутинского отдела МВД проводится оперативно-профилактическая операция «Безопасный маршрут». Ее цель – предупреждение, пресечение и выявление нарушителей правил дорожного движения. Вместе с полицейскими на Большую Джигутинскую дорогу вышла и наша съемочная группа. Репортаж Ашмеза Пхешхова. Обеспечение безопасности при перевозке населения, пожалуй, главная задача, стоящая перед водителем и организацией, выпускающей общественный транспорт на маршрут. Как оказалось, по итогам рейда, проведенного полицейским в рамках операции «Безопасный маршрут», не все транспортные перевозчики добросовестно исполняют предъявляемые к ним требования. Данную машину мы остановили, проверили. У него отсутствует ремни безопасности для сидения пассажиров. Не работает тахограф в установленном порядке. На данного гражданина составлено административное постановление за ремни тахограф штраф 500 рублей. На организацию, на должностного лица будет выписано предписание и будет дан срок для исполнения. Если халатность по отношению к себе в виде непристегнутого ремня безопасности водитель еще как-то может объяснить простой забывчивостью, то по отношению к жизни ребенка, перевозимого в машине, просто нельзя понять. И именно поэтому сотрудники полиции в очередной раз обращаются ко всем владельцам транспортных средств. В рамках проводимой операции «Безопасный маршрут» нами также особое внимание уделяется перевозке детей, которые водители перевозят без детских удерживающих кресел. Хотелось бы попросить водителей, всех участников дорожного движения, которые перевозят дети, чтобы они приобретали детские удерживающие кресла. По статистике, несовершеннолетние пассажиры чаще становятся жертвами ДТП, чем дети-пешеходы. Так, за 12 месяцев на дорогах Усть-Джигутинского района было зарегистрировано 6 аварий с участием детей. Из них только один ребенок был пешеходом. Все остальные находились в салонах автомобилей. Как отмечают сотрудники ГИБДД, эти цифры необходимо учитывать и делать все возможное для снижения риска опасности, связанного с перевозкой детей на транспорте. Ашемес Пхешхов, Мухаммед Ашибоков, Вести, Усть-Джигутинский район. Новый случай акта вандализма в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». По словам руководства парка, в ночь с воскресенья на понедельник хулиганы причинили серьезный ущерб зданию амфитеатра. Поврежден потолок, поломан на перила и балясины на лестнице. Данным фактом занимается полиция. Напомним, этот амфитеатр жители и гости республиканской столицы получили в подарок прошлой осенью ко дню города Черкеска. Мы будем стараться, будем ставить камеры в этом году, будут ставиться обязательно наблюдения, даже ночного наблюдения. Хотел бы обратиться к тем, кто это сделал на сегодняшний день, чтобы они задумали, что это для будущего их детей, для наших детей все это делается. Чтобы не было такого впредь. В Зеленчукском районе увековечили память легендарной казачки, участницы Великой Отечественной войны, кавалера 16 боевых наград Анны Никулиной. Церемония открытия мемориальной доски прошла в станице Кардоникской. Али Буташев подробнее. Анна Никулина родилась в станице Кардоникской в 1904 году. В годы Великой Отечественной ее служба проходила в частях 9-го стрелкового корпуса, 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, под командованием маршала Георгия Жукова. В начале войны она была капитаном. Очень много военных операций проводилось под руководством Анны Владимировны. Наверное, поэтому ее боевой путь до 1945 года отмечен 16-ю боевыми государственными наградами. Анна Владимировна за свою мужественность, самоотверженность была руководителем одной из групп, которые водружали красное знамя Победы над Рейхстагом. Портрет легендарной казачки из станицы Кардоникской гвардии майора Анны Никулиной хранится в Зале Победы Музея Вооруженных сил страны. Имя ее увековечено в названиях улиц Школы России и Германии. Теперь память Анны Никулиной увековечена и на ее малой родине. Самоотверженность и любовь к отечеству Анны Никулиной – достойный пример для подражания, говорили выступающие. Самое главное, то, что мы помним и должны помнить наше прошлое, наших корней, наших стариков с уважением относиться к обычаям, традициям казачества. И всегда поддерживать казачество. Я рад, что по инициативе нашего казачества было принято решение о установке мемориальных досок. Я хотел бы всех присутствующих здесь поблагодарить за прием, за то, что приехали, за то, что помнят и чтят наши традиции и чтят наших героев. После открытия мемориальной доски воспитанники детской школы искусств станицы Кардоникской продемонстрировали собравшимся небольшой концерт, в котором выступили баянист Виктор Молдаванов, фольклорный ансамбль «Родничок» и Екатерина Игнатова. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Крачево-Черкесия, Зеленчукский район. Помним, гордимся, наследуем. Под таким девизом в школе Марухи проходит месячник спортивной и оборонно-массовой работы, посвященный Сочинской Олимпиаде, ко Дню Защитника Отечества и в честь 69-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В школе работает книжная выставка минувших лет «Святая память». Любители документального и художественного фильма на героическую тематику могут посетить кинозал. Все желающие могут посмотреть исторические фильмы «Великая война», «Освобождение». На уроках истории и литературы проходят исторические и поэтические пятиминутки, а также уроки мужества. Учителя отмечают, что эти мероприятия воспитывают любовь и уважение к Родине, желание и готовность в будущем пополнить ряды защитников Отечества. Еще одно мероприятие в рамках месячника спортивной и оборонно-массовой работы под названием «Жить – значит Родине служить» провели во второй школе Аула Псыш имени Султана Гонова. Среди учащихся младших классов прошел смотр строевой песни. Будущие солдаты, моряки, полицейские и танкисты торжественным маршем прошли по сцене школьного актового зала, бодро читая речевки. Также школьники пели песни патриотической направленности. Среди старшеклассников прошел конкурс «Молодой новобранец». Представители Управления молодежи и Министерства образования Республики высоко оценили проведенное школой мероприятие. На сегодняшний день это очень остро стоит вопрос патриотического воспитания, потому что патриотизм, вы сами прекрасно понимаете, очень важно воспитать в детях патриотизм, чувство любви к Родине, к своей отчизне, готовности служить, работать на ее благо, а при необходимости встать на ее защиту. И это очень важно, я думаю, что вот эти мероприятия очень благотворно повлияют на это. Скоро в парке культур Учкекена появится несколько памятников. Архитектурный ансамбль будет состоять из трех монументов. Жертвам депортации карачаевского народа, воинам, афганцам и чернобыльцам. Памятники строятся по инициативе руководства Малкарачаевского района. Всего на строительство направлено более миллиона рублей. Средства на возведение мемориального комплекса вложили известные предприниматели, местные населения. Свой вклад внес и житель Малого Карачаевса Кульчаев. Именно под его руководством ведутся строительные работы и благоустройство территории. Как говорят в администрации района, все памятники будут готовы к 3 мая. В день возрождения карачаевского народа планируется открытие мемориального комплекса. Выставка народных промыслов состоялась в селе Учкикен Малокарачаевского района. Мастера подготовили экспозиции из своих лучших работ. Это уже традиционная выставка, собирающая самых лучших и самобытных народных умельцев. Мадина Каракетова знакомилась с ними. Эти предметы изготовлены умелыми руками обычных жителей. В повседневной жизни они учителя, домохозяйки, работники того или иного учреждения. А в субботное время дают волю своей фантазии и вот результат. Посетители выставки подолгу задерживаются у каждого экспоната. Самая большая экспозиция Марьям Хубивой. Заслуженный учителем, заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии, почетный доктор республиканского НИИ, создатель и хранитель местного этнографического музея в субботное время занимается рукоделием. Вышитые вручную карачаевские национальные платки, изделия из войлока, выполненные уже забытой техникой, скатерть и полотенца. Талант мастерицы многогранен. Вот эта вышивка двухсторонняя гладь называется. С обеих сторон одинаково. Но этим сейчас никто не занимается. Это мережка. Тоже выдергивали нитки параллельные, а продольные так вот с такими узорами делали мережки. Особое место в творчестве Марья Анхубивой занимают карачаевский национальный костюм. Мастерица по крупицам собирает информацию и старается воссоздать мужские и женские платья по старинным эскизам. Мало кто знает, что по крою платья, его узору, цвету могли определять социальный статус женщин и мужчин, семейное положение, место жительства и даже возраст. Представления о молодежных платьях имеют все, а вот как одевались пожилые люди. Марья Анхубива, эти костюмы нарядила кукол. Сейчас мастерица занимается воссозданием женских шапок. Восстановила почти все виды. Просто делали вот сценические шапочки. А что народ носил и какое сословие что носило, никто не делал. Конусообразные высокие шапки носили представительницы высшего сословия. По выпуклым головным уборам можно было распознать девушек-дворянок. А низкие круглые шапочки носили представительницы простонародья. Гордость коллекции Марьян – женская шапка 16 века. Эту шапку сохранило четвертое поколение хубивых. Там бархат был уже разложен. Я ее пересадила на новый бархат и восстановила. Это вот самое натуральное в Карачаевском окабирьке. Воссоздала Марьян и костюм Текке – персонажа из народного фольклора, эдакого шутника-затейника. Мастерица знает историю и предназначение каждого предмета стариной и может часами рассказывать самые удивительные вещи. Еще одну уникальную экспозицию представила мастерица Роза Байрамукова – люльки, приданные для младенца, изготовленные ею, знамениты во всей республике. В экспозиции Руслана Байчорова представлены все виды жилищ, музыкальных инструментов, национальные атрибутики. Свои работы представили мастера огня и металла кузнецы. Изделия из войлока и дерева не оставляют равнодушным ценителям этого вида искусства. Поражают седла и другие изделия, изготовленные местным шорником. Этого мастера знают далеко за пределами России. Особое место занимает работа юных умельцев из учебных учреждений района. Подделки из бумажных модулей, картины из лоскутков – все из подручного материала и так завораживающе. Девятиклассница из шестого лицея села Первомайского Халимат Беджиева специально для выставки смастерила бумажных птиц. Моя работа называется «Нужа птица», сделана из модульного оригами. Я потратила на него четыре дня, сделала из цветной бумаги. Идея мне подсказала моя руководительница, и я сделала ее. Сколько бумаги туда? 1700 модулей, наверное. В школах нужно действительно уделять духовному воспитанию, нравственному, эстетическому, чтобы душа у них за всем остальным не отставала в развитии. Очень важно. Я считаю, им нравится, действительно нравится. Они отдыхают много. Век интернета и высоких технологий трудно чем-то удивить, но людям, не забывающим историю и традиции своего народа, это пока еще удается. Мадина Каракетова, Аслан Баташа, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. И спортивные вести. Впервые в Карачаево-Черкесии проходит первенство России по кикбоксингу в разделе «Лоу-кик». Около 600 спортсменов из 10 федеральных округов собрались в Домбае. На протяжении трех дней каждый из них будет оспаривать звание лучшего. С открытия соревнований Александра Коваленко. Около 2000 метров над уровнем моря. Один из самых живописных уголков Карачаева-Черкесии – Домбай. Здесь впервые собрались лучшие кикбоксеры. Собрав такое количество народа со всей России, мы, как руководство федерации кикбоксинга Карачаева-Черкесии, первую цель преследовали – показать спокойствие, гостеприимность нашей республики. Настойчивость, терпение и удача, адресованные выступающим кикбоксерам, нужны сегодня им, как никогда. Борьба предстоит напряженная, ведь турнир собрал сильнейших представителей этого вида спорта. Каждый из участников является обладателем Кубка страны, неоднократным чемпионом Европы или мира, победителем различных турниров и первенств. Спортсмены решительно настроены на победу. Карачаева-Черкесию будут представлять 15 кикбоксеров. Лучшие войдут в сборную России в разделе «Фулл контакт» и «Лоу кик» и будут представлять свой федеральный округ на чемпионате Европы. На больших турнирах они должны выступать, они привыкнут, вы видите, полный зал, народ, все болеют. То есть каждый ребенок, он должен почувствовать это все, выйти в ринг, потому что не выступая на больших рингах, он никогда не достигнет результатов. Поэтому следующий, допустим, пусть он достойно проиграет, но на следующие соревнования он уже не будет ни волноваться. Семь спортсменов из разных федеральных округов, ставшие в 2013 году чемпионами мира, получили награды и памятные подарки. Поддержать кикбоксеров, у которых впереди напряженные бои, прибыли и творческие коллективы республики. На время титулованные кикбоксеры уступили ринг артистам. Устроившись поудобнее в зрительном зале, виновники торжества с интересом наблюдали за зажигательными кавказскими танцами. Многие из участников турнира в Карачаево-Черкесии впервые. А кто уже здесь побывал, с удовольствием возвращается снова. Турнир будет проходить в течение нескольких дней. 21 февраля определятся сильнейшие среди юниоров и младших юниоров. 19 пар кикбоксеров взрослой категории проведут финальные поединки 22 февраля. А уже в октябре победители будут защищать честь России на чемпионате Европы, который пройдет в Испании. Александра Коваленко, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Домбай. Отличного настроения и до завтра. Продолжение следует...